Мы продолжаем изучать недельный раздел Ванейшев. Весь он разделяется совершенно четко на две части. Первая часть заканчивается продажей Юсефа в рабство. Начинается раздел всей той истории, которая привела к продаже, конфликт, который возник между Юсефом и его и заканчивается продажей. Вторая часть – это уже пребывание Юсефа в Египте. Его, он попадает туда рабом, его невероятный взлет, когда он из раба превращается в управляющего домом Патифара и снова падение в тюрьму. Та история, то испытание, которое было у Юсефа с женой Патифара, вещи известны. И вот посредине, между этими двумя частями повествования о Юсефе, совершенно неожиданно вклинивается совершенно другая история. Сразу после продажи в риторе так. И было в то время, иуда отошел от своих братьев и расположился близ одного одолумитянина, имя которого Хира. И увидел там Юда, дочь одного кироанейца, имя которому Шуа, и взял ее и вошел к ней. И она зачала и родила ему сына, и нарек ему имя Эр. И зачала она опять и родила сына, и нарекла ему имя Онан, и еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. И был он и к Зиве, когда она родила его, и взял Иуда жену Эру, своему первенцу, имя ей Тамар. Но Эр первенц Иуда был неугоден Богу, и умертвил его Господь. И сказал Юда у Нану, войди к жене брата своего и женись на ней, как, то, что называется левератный брак, ебун, как деверь, и восстанови род своего брата. Но Онан знал, что потомство не будет считаться его, и когда входил к жене своего брата, то там изливал семя на землю, чтобы не дать потомство своему брату. Это было злом в глазах Бога, и Он умертвил его. И сказал Иуда Тамар своей невестке, живи вдовой в доме твоего отца, пока не подрастет мой сын Шела, ибо думала, что тот может умереть подобно его братьям. И пошла Тамар и жила в доме своего отца. И прошло много дней, и умерла дочь Шуи, жены Иуды. И Иуда, утешившись, отправился к стригущим его овец. Он и Хира, его друг Адоломитянин, в Тимну. И уведомили Тамар, говоря, вот свекра твой идет в Тимну. Стричь своих овец. И сняла она своей вдовьей одежды, и покрылась покрывалом, и закуталась, и села на обозреваемом со всех сторон месте, что по дороге в Тимну, и увидела, что Шела вырос, и она не дана ему в жены. Он увидел ее Иуда и шел заблудниться, потому что она закрыла свое лицо, и он завернул к ней с дороги и сказал, «Позволь, я войду к тебе», так как он не знал, что она его невестка. И она сказала, «А что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» И он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». А она ответила, «Вот если ты дашь залог, пока пришлешь». Он сказал, «А какой же залог не дать тебе?» И она сказала, «Твою печать, и твою перевесть, и твой посох, что он в твоей руке». И он дал ей все это и вошел к ней. И она зачела от него. Я не буду до конца зачитывать всю эту историю, те, где довольно длинные. Мы к нему, надеюсь, еще вернемся в продолжение урока. Но вопрос, который возникает уже очевидно таким образом, и почему здесь, в середине всего этого рассказа о Юсефе, в середине повествования о Юсефе, сюжетная линия вдруг прерывается, и рассказывается здесь история. Сама по себе непонятная, очень ясная и темная. История о том, как Иуда завел свою семью, и как вот у него была эта очень малоприятная история с его невесткой Тамар, вплоть до рождения сына от Юды и Тамар. Почему это? Посмотрим свет Раши. Говорит Раши, «Было в ту пору, а почему этот раздел помещен здесь, тем самым прерывая повествование о Юсефе? Чтобы показать, что братья лишили Юду его величия, то есть низвели его с высоты его положения. Он ведь был старшим и наиболее уважаемым из старших и наиболее уважаемых братьев. И у него было лидерское положение. Видя горя своего отца, они сказали, ты предложил продать его, а если бы ты потребовал послать его к отцу, вернуть его к отцу, мы бы тебя послушали». То есть отношения между Юдой и его братьями, они, безусловно, служат, можно их осматривать, как симптом той напряженности и того разлада, который возникло в семье после продажи Юсефа. То есть братья понимают, что то, что они сделали, это ужасно. Ужасно. При всём при том, что они считали, что это необходимо сделать, это важно сделать. У них было тысяча и одно оправдание. Но вместе с тем, после всего того, что произошло и как это уже сделано, когда они взвешивают всё вместе и видят при этом реакцию своего отца, то, в общем-то, начинают понимать, что они ошиблись. И, конечно же, человек, который ошибся, он ищет виноватого. Это вполне естественно для человека. Виноватым здесь они видят именно Юду. Ибо он, наиболее умашаемый, он предложил продать. И поэтому к нему обвинение, что если бы ты тогда, мы с тебя послушались, когда ты предложил продать, если бы ты предложил тогда вернуть его к отцу, то ты тоже, при всём при том, что у нас было, при всех претензиях, которые у нас были, при всём, что мы считали, мы бы тебя послушались. Вину взвалили на Юду. Иудак, конечно, и сам понимает, и меньше, чем его братья, то, что произошло. И очень скоро мы видим, что и в его личной семейной жизни вещи идут совсем-совсем-совсем непросто. Трагически. Не исключено, что и это он свяжет с той ролью, которую он играл в продаже люстейфа. В любом случае он отделяется от своих братьев, уезжает и закладывает свой дом подальше от них, и строит свою собственную семью. По раше получается, заметим, что по раше получается, что женитьба Иуды была после того, как был продан Юсеф. Только после. Что создаёт определённую сложность. Ибо мы знаем, что когда Иуда со своими братьями пришёл в Египет, а это произошло через 22 года после продажи Юсефа, у него уже были дети от Тамар, то есть рождение трёх сыновей, и смерть двух из них, женитьба двух сыновей на Тамар, и затем женитьба Иуды на Тамар, всё, что произошло, и рождение детей, всё это должно было произойти за 22 года. Немножко сложно уложить это в 22 года. Есть действительно комментаторы, которые говорят, то, что сказано здесь, в ту пору, что нельзя понимать буквально в ту пору. Имеется в виду, в ту пору расширено, то есть это было до продажи Юсефа. В общем и целом в ту эпоху, но до продажи Юсефа. Но ража настаивает, нет, понимать это нужно буквально в ту самую пору, после, именно после. И уход, уход Иуды от братьев был связан с их ощущениями после продажи Юсефа. Так это по Раши. А вот комментарий Балетус Фод приводит здесь Медраж, который даёт другое объяснение. Медраж говорит, ещё задолго до того, как появился первый поработитель, уже закладываются основы, уже рождается последний освободитель. Как это понимать? Это потрясающий экран. Вся эта история Юсефа с его братьями, ведь это, как мы уже не раз подчёркивали, только реализация того замысла, который был сообщён Аврааму, замысла, по которому еврейский народ должен попасть в Египет. В Египте начнётся первое порабощение еврейского народа. Первый поработитель, фараон, тот, кто будет порабощать еврейский народ, тот, кто будет угнетать его, он ещё не родился. Так вот, ещё до того, как еврейский народ попадает в Египет целиком, и только Юсеф туда отправляется, и до того, как родился первый поработитель, уже начинается закладывание основ для появления последнего освободителя, то есть для появления Машеха. Ведь Машех, избавитель еврейского народа и всего мира, он должен произойти, как известно, от царя Давида, должен быть прямым потомком по морской линии от царя Давида. А царь Давид, он из колена Иуда, происходит он Иуды, и не только от Иуды, происходит он конкретно от, именно от этой линии, от брака Тамар и Иуды, от одного из их сыновей, и произойдёт царь Давид. Таким образом, цепочка, из которой выйдет в конечном итоге последний избавитель, она начинает закладываться ещё до того, как рождён первый поработитель. Как всюду и везде в Иудыце говорят, что Всевышний всегда предваряет лекарство болезни. Ещё до того, как возникает болезнь, уже заранее приготовляется ей лекарство. Поэтому Тура здесь и поместила всю эту историю. Кстати, этот мидраж даёт нам и, в общем и целом, понимание, хоть какое-то понимание того, что происходит в этом очень тёмном отрывке. Что руководит Тамар, и что та сила, которая участвует закулисно во всей этой истории, это Ашгаха, проведение, которое наметило с самого начала и запланировало, что Машея должен произойти именно от этой женщины, от Иуды и от этой женщины Тамар. И таким образом хотят участники всей этой истории или не хотят, в конечном итоге проведение проводит свою линию, и сын этот обязательно родится. Почитаем сейчас ещё раз текст, и уже начнём разбирать его более подробно. В конце, быть может, дадим ещё, если успеем, если остаётся время, дадим ещё одно объяснение, почему история Иуды и Тамар влинилась в середине сюжетной линии Иосифа. Ну, если будет время. Итак, и было в то время, мы уже объяснили, здесь спор в то ли время буквально или нет, Иуда отошёл от своих братьев и расположился близ одного одувамитянина, имя которого Хира. И увидел там Иуда дочь одного кинаонейца, имя которого Шуа, и взял её и вошёл к Иуду. Иуда женится, написано, что он женится на дочери кинаонейца по имени Шуа. Если понимать это буквально, есть такие, которые понимают это буквально, Ибнезра. Да, действительно, это был, вот так и есть кинаонейец. И хотя мы знаем, что Авраам был решительно против любой попытки браков с кинаонейцами, вплоть до того, что он послал своего раба Илезера. За тридевять земель для того, чтобы найти жену для Ицхака. И эта линия, безусловно, видим, сохранялась до сих пор. Она в следующем поколении чётко соблюдается. Ни в коем случае не допускаются браки с кинаонями. Вот здесь вот, в поколении сыновей, сыновей Якова, так говорит Ибнезра, здесь мы видим, Тора сама говорит, из песни слова не выкинешь. Иуда женился на дочке кинаонейц. И не случайно говорит Ибнезра, посмотрите, какое продолжение. Родятся у него дети, и она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Эр, и зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Унан, и ещё родила сына, и был он в Гзиве, когда родила его, и взял, дальше написано, «Но Эр, первенец Иуды, был неугоден Богу, и умертвил его Господь». Довольно в молодом возрасте. А это случайно? Не случайно, говорит Ибнезра, конечно. Женился на канонейке. Ну, вот такие дети получились. А чего можно было ожидать? Так пишет Ибнезра. Но Раши и вслед за ним все, абсолютно все остальные комментаторы, кроме Ибнезра, все говорят ни в коем случае. А нужно понимать это так, как говорят наши мудрецы. Талмуд уже говорит, конечно же, не может такого быть, что после того, как поколение за поколением в семье очень строго соблюдался этот запрет ни в коем случае не жениться на женщинах, на канонейских женщинах. Вдруг Иуда позволит себе такое ни в коем случае. А слово «канаани», «канаанеец», которое упомянуто здесь, оно уже превратилось, как мы знаем по дальнейшим книгам пророков и Писаний, слово «канаани» превратилось в нарицательное. Не как «канаанеец», этнический, а как торговец. Это мы видим и в Уишлее царя Шломо, когда там уже совершенно явно употребляется слово «канаани» как торговец. То же самое и здесь. То есть, это был торговец, он жил, хотя он жил в Эрац-Исраэль, но в Эрац-Исраэль, в которой основное, господствующее, по крайней мере, население, были тогда канонейцы, но не все там были этнические канонейцы. Он был не канонейц. Он пришел в каком-то из другого места, звали его Шуа. Вот на его дочери Иуда и жениться. Читаю дальше. «Страдилось три сына и взял Иуда, жену Эру, первенцу своему, имя ей Тамар». Тамар тоже не была канонейкой. Более того, наши мудрецы утверждают, что она была семитского происхождения, то есть она была дочерью Шема. Шем – пратец всех семитов, сын Ноаха. Мы уже встречали его в середине главы Лехлиха. Там утверждали наши мудрецы, Уснаи Торопа утверждает, что царь Шалема, Малкицедек, царь Шалема, это и есть Шем – сын Ноаха. И вот есть у него, конечно, потомки. Он к тому времени уже глубокий-глубокий старик, он прожил сотни лет. Один из его потомков, одна из его дочерей или уже более поздних потомков, это Тамар. Нуэр, первенец Иуды, был неугоден Богу и умертвил его Господь. Тора не пишет здесь, в тексте Тора у нас нет объяснения, а чем он был неугоден Богу, из-за чего умертвил его Господь. И сказал Юдау-Нану «Войди к жене своего брата и женись на ней, сделай ебун и восстанови род своего брата». Но Онан знал, что потомство не будет считаться его, и когда входил к жене своего брата, изливал семя на землю, чтобы не дать потомство своему брату, и было злом в глазах Бога, и он умертвил и его. Раши обращает внимание на последнюю строчку, которую я прочитал, что Онан, поскольку после за то, что он делал, Бог умертвил так же и его, этот союз так же и его, и его, связывает его с первым сыном, с Эроном, что дает нам возможность заключить, что за тот же грех, за который Всевышний умертвил Онана, за тот же самый грех, он умертвил и первого сына Эра, то есть за изливание семени, за четвертый Раши. Подобно тому, как был грешен Онан, он уничтожал свое семя, про Онана сказано, и умертвил так же и его, за то же, что был умертвил Эр, за это был умертвил Онан. Но если по поводу поведения Онана Тур нам дает какое-то объяснение, мы его еще пока не очень-то поняли, почему он это делал. Тур говорит причину, потому что он знал, что сын, который родится, не будет считаться его сыном. Почему не будет считаться его сыном, мы еще не очень поняли. Но, по крайней мере, есть хоть какое-то объяснение тому, что он делал, почему он изливал семя на землю. А самый первый сын Эр, а он из-за чего? Спрашивает Раши, а почему Эр губил свое семя, чтобы жена его не зачала, не была беременной и не испортилась бы его красота. Как это бывает, это, очевидно, не изобретение нашего времени, когда есть женщины, которые не хотят беременеть для того, чтобы не потерять свои внешние данные. Это было и тогда. Эр не хотел, чтобы Тамар, чтобы красота ее поблекла, поэтому он не хотел, чтобы она была беременной. Так, Эр, вслед за ним Унан, по поводу Унана, вот здесь нам нужно немножко остановиться. Написано, что Иуда повелел Анану жениться на вдове его брата. И называет это Тора Ебун. И сказал Иуда Унану, пойди к жене своего брата и женись на ней, как деверь, левератный брак Ебун. Что это такое и как это понять. И почему с одной стороны Унан подчинился отцу, а с другой стороны не хотел, чтобы родился ребенок от этого. Сказывать дальше, но Унан знал, что потомство не будет читаться его. Раши объясняет так. «И в чем была цель Юды войди к жене брата своего, женись на ней и восстанови род своего брата». Как это восстанови род своего брата? Пишет Раши, сын будет назван по имени умершего, как будто бы тот был его отцом. Значит, восстановление, в чем здесь идея восстановления рода умершего, чтобы назвать родившегося сына по имени умершего. И дальше сказано, поскольку он знал, что получается Пу-Пу-Раши, поскольку он знал, что ему придется назвать своего сына по имени умершего брата, вот, наверное, этого он и не хотел. Очень странно. Рамбан полемизирует здесь Раши и говорит, если так, то поведение унана совершенно-совершенно непонятно. Каким нужно быть уже на звере, чтобы не хотеть назвать своего сына по имени умершего брата? Ну, почти все нормальные люди с удовольствием такое делают. Мы знаем, когда умирает человек, всегда стараются называть рождающихся детей именем умершего. Почему вдруг анану настолько это мешает, что он готов, ради этого изливать семя на землю, только чтобы не родился ребенок, ни себе, ни люд. Непонятно. И почему Юда настаивает именно на том, чтобы он женился на ней? В чем здесь идея? Простое объяснение этого такового. эра умер бездетным? эра умер бездетным? То есть, его брак с Тамар не достиг одной из важнейших целей – брак. Как пишется в наших книгах есть две основные цели брака. Первая цель – это единение мужчины и женщины, благодаря чему создается цель Майру Ким, образ и подобие Божие, который состоит из двух частей, из двух половинок единого целого, из мужского и женского начала. Это первая цель. Вторая цель – рождение детей. Подчеркиваю, что есть две цели, потому что в книге перевода, в переводе комментария Равирша к Хумушу написано, что единственная цель браке – это рождение детей. Это неправильный перевод и, кроме того, вообще ошибка, очень грубая ошибка. Но поскольку вторая цель была не достигнута, то брак оказался ущербным. Есть ли возможность восстановить это? Да. Если кто-то из родственников умершего женится на вдове и у них родится сын, то тем самым в общем-то брак умершего родственника каким-то образом восполняется, восстанавливается то, что было ущербным, то, что было упущено в результате смерти? Это простое, простое объяснение. Харамбан этим не удовлетворяется. И Харамбан рассматривает этот вопрос глупше. Что он пишет? Мы знаем, что в дальнейшем Тора, данная на Синае, она повелит это как абсолютную заповедь, то есть в такой ситуации, когда умирает человек бездетный, то его жена не имеет права выйти замуж за любого другого человека, пока брат умершего либо не женится на ней и называется этот брак ебун. Кстати, вот это странное слово ебун происходит, как некоторые комментаторы говорят, слово во-гивен, то есть что означает построить, то, что было недостроено, достраивается. Либо этот брат, если он не хочет на ней жениться, должен сделать халица, то есть обряд, который разрывает связь между ним и между вдовой умершего брата. То есть в общем-то потенциальная связь между вдовой и между братом умершего, она существует. Во времена, которые мы сейчас рассматриваем, только была еще не дана, и этой заповеди, этой обязанности еще не было. Вместе с тем Иуда установил этот обычай, он был первым, кто установил этот обычай не как заповедь, а как обычай, основанный на глубоком понимании тайн человеческой природы, тайн мироздания и в чем эти тайны состоят. Пишет Рамбан, что не следует понимать это, как можно понять из Раши, что дело здесь только в том, что рожденный от этого нового левератного брака человек, сын будет назван по имени умершего, не в этом, просто назвать его в память об умершем, дело не в этом, совсем другое. Тому прежде всего приводят доказательства. У нас есть в Кту-Вим книга Рут, очень известная книга, которую читают праздник Шиворст. Там рассказывается история о том, как еврейская семья отправилась в Муав и умерли сначала глава семьи, затем два сына, осталась только жена Номи и две ее невестки. Одна из них вместе с Номи решает возвратиться в Иуду, в Иудею, в Расисраэль из Муава, отправляется с ней, и там дальние родственники ее умершего мужа Махлон в конечном итоге женится на ней. Буаз. Рассказывается там в конце книги, что у Рут родился, у Рут Муавитянки родился ребенок. Кстати, Буаз происходит от Тамар. Это та же самая генеалогическая, то же самое генеалогическое древо. Ну и как он назвал, наверное, он должен был назвать Пурашем, родим, он должен был назвать родившегося сына именем Махлон по имени умершего родственника первого мужа Рут. Ничего подобного. Что написано? Читаю. Когда родились дети, родился родился отрил господь беременность. Она родила сына и говорили женщины Номе, богословен господь, что не лишил тебя ныне близкого родственника. И как она его назвала? и взяла Номи дитя и прижала его к своей груди и стала ему нянькой. И дали ему соседки имя, сказав, сын родился у Номи. И назвали его Овед. Овед его назвали. В общем, назвали его Махлон. Более того, само выражение, то, что написано здесь, что Он знал, что сын будет не Ему. Что это означает, что сын будет не Ему? Знал, что он назовет его, назовет его другим именем. Это совершенно-совершенно другое знание. Что же здесь написано? То знание, которым обладали древние, и Иуда это хорошо знал, что вот в такой ситуации есть колоссальная, колоссальная помощь и колоссальная польза для души умершего человека, который умер без детей. Если на его вдове женится его брат, либо даже не обязательно брат, любой, лучше всего, конечно, брат, но и любой из родственников, из близких родственников, те, которые наследуют ему, то тем самым будет большая польза душе умершего человека. Поэтому Иуда настаивал о том, чтобы его сын, второй сын, он женился бы на жене первого умершего сына эра, чтобы тем самым была помощь душе умершего. Более того, потом уже, дальше происходит некоторый как бы конфликт. Ведь в тот момент, когда была дана Тора на Синае, то в Торе есть ряд запретов, запретов близости с родственниками. В среде, если мы смотрим внимательно, весь список родственников, с которыми запрещена физическая близость, одна из таких родственниц – это жена брата. Это очень строгий запрет. Вместе с тем, с одной стороны, жена брата запрещена. Но если этот брат умер бездетным, то Тора здесь оставила тот самый обычай, который установил Иуда, только не просто его оставила, а превратила его в митсву, в абсолютную заповедь, тем самым разрешив здесь запрет жены брата. Это остается навсегда. И вот здесь вот Ромбан ставит точку и объясняет, какая же такая помощь, и в чем здесь дело, и как это понять, что знал Онан, что сын не будет считаться его сыном. Это так принято у Ромбана, поскольку он затрагивает здесь тайны Торы, то он обычно не распространяется, оставляя это на то, что, как мы пишем в предисловии своего, своего комментария, многие подобного рода вещи, нужно изучать только от мудрецов, которые сами получили, само слово каббала означает традиция, передача, то есть только те, у которых есть такая традиция, учитель, ученик от учителя, только у такого человека можно и получить эти знания и объяснение того, что передается. Ромбан только намекает, что это вот тайна заповеди Ибума, и не пишет, в чем она. Более поздние комментаторы, они уже распространяются и приводят объяснение из книги Ризаль, хотя каббалой не занимаемся, это сегодня очень модная тема, заниматься каббалой, но мы каббалой не занимаемся, только в двух словах скажем, что же там сказано в книгах Ризаль. Основа всей этой истории это гельгульный шанут, то есть переселение, переселение букв, что не очень удачно переводится на русский язык, как переселение душ, что связывается со всеми восточными религиями и так далее. Это не совсем так, есть нечто похожее, но не совсем. Что значит? Получается, что если человек умер, то ему как бы дают возможность родиться второй раз. Ну да. А почему для этого должны обязательно, его вдова должна жениться, должна просить выйти замуж за его брата или близкого родственника. Если вся проблема – это гельгуль, дать ему возможность зениться в другой раз, то его душа может появиться в каком-нибудь другом теле, ну, и так уж важно в каком. Оказывается, это не совсем так. Ведь еще одну вещь нужно знать. Когда рождается человек, как говорят наши мудрости, есть в рождении человека три компаньона – мать, отец и Всевышний. Душа – она от Всевышнего. То есть, мать и отец с точки зрения души ничего не могут дать. душа новорожденного ребенка никоим образом, по идее, не зависит от душ, отца и мать не является продолжением их души. Что дают родители мать с отцом? Они дают физическую основу человека, тело. Да. Но на самом деле нужно знать, что между телом и душой это не такой вот переход, как вот граница. О, до сих пор тело, а дальше пошла душа. Есть промежуточные стадии. Есть нефиш руах нишама, а есть еще оболочка для нефиш руах нишама. Так вот, та самая оболочка для нефиш руах нишама, которая связана с уровнями души нефиш руах нишама, она зависит и она связана с отцом и матерью. И получается так, что в тот момент, когда умер бездетный муж, то если его вдова выходит замуж и у нее рождается сын, то вот этот сын, он связан еще с той самой промежуточной стадией между душой и телом, то, что та самая оболочка для нефиш руах нишама, которая связана еще с умершим отцом. То есть вдова как бы еще носит в себе как бы еще носит в себе некоторую связь с умершим ее мужем. Поэтому если брат или близкий родственник женится на ней и от этой женихбы рождается сын, то этот сын, благодаря тому, что в нем есть вот этот вот элемент, он несет в себе определенный элемент, связанный с умершим человеком, то в результате этот самый элемент притягивает дэфиш руах нишама, то есть душу умершего человека притягивает в тело новорожденного ребенка. Отсюда мы понимаем то, что сказано здесь. Знал, он знал, что ребенок будет не его, а чей это будет ребенок? Конечно. Будет ребенок, который родится, будет ребенок его брат умерший. Он будет связан с душой умершего его брата. Это первое. Дело не в том, что называть по имени, не называть по имени. Второе. Если я вращаюсь снова к книге Руд, они становятся понятными некоторые очень странные выражения там. так Руд, ну а Витянка, у нее рождается сын от Боаза. И взял Боаз Руд, и она стала ему женой, и он вошел к ней, и одарил ее Господь беременностью, и она родила сына. И говорили женщине Номи, благословен Господь, что не лишил тебя ныне близкого родственника, избавителя. Вот это тот человек, который женится на вдове, он называется избавителем. Кого он избавляет? Он избавляет душу умершим. И да славится его имя в Израиле, и пусть будет он тебе от рады и души, и кормильцем старости, ну рожденный сын, которая для тебя лучшая часть и взяла Номи дитя, и прижала его в гудисово и стала она ему нянькой. Ну, нормально, бабушки всегда, когда тоже бабушки воспитывали детей. Хотя, в общем-то, не очень тогда. Институт бабушек, скорее всего, бабушки, именно как воспитательницы и внуков, он возник в последнее время. Поэтому здесь немножко как-то странно. И дали ему соседки имя, сказав, сын родился у Номи. Опа-па. Вот здесь уже совсем страшно. Значит, сын родился у Номи. Внук родился у Номи. Правда, мы знаем, что Раши несколько раз приводит утверждение наших мудрецов, что в тех поколениях перескакивали через одно поколение, то есть, подобно тому, как Авраам называет Лот со своим братом, хотя он ему племянник, тоже самое здесь. Не страшно, бабушек не страшно. Имеется в виду, как бы сын, то есть, внук. Но буквально написано, сын родился у Номи. А теперь мы знаем, почему. Действительно, сын родился у Номи. Вместо умершего ее сына, Махлона, родился новый сын, в котором возвращается душа Махлона. Он таки сын у Номи. И назвали они его Он был отцом Ишая, отца Давида. То есть, эта история с Ебум повторяется в родословной царя Давида в его генеалогическом дереве дважды. И еще одна фраза, чуть раньше была сказана, которая тоже становится теперь совершенно понятной. Когда женится Буаз на рут Муавитянке, то сказано там еще так. Какие благословения, какие брахот они получают. Одна из брахот о потомством, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. Пусть будет дом твой подобен дому Переца, которого родила Иуде Тамару. Такую браху, такое благословение получает Буаз к своей женинке. Ну, на первый взгляд все очень просто. Естественно, есть у него родственники и с вами дай Бог, чтобы твой новый дом, который ты сейчас строишь, чтобы он был как дом твоих предков. Естественно, но предков-то там много. Почему именно Иуда и Тамару? Почему? Потому что это еще идет именно про то же самое. Тот же самый Ибун с тем же самым с Переселением душ в Гиргуль-Мишамот. Все это одно. Не исключено, что и то, что написано в Раше, можно понимать не так, как понял Рамбан. Рамбан понял это буквально, что Раше написано, что сын, который родится, будет назван по имени умершего. А может быть, Раше имеет в виду именно то самое, что написал Рамбан, то, что написано в книгах Ариза. То есть, не вопрос ни в названии сына, что запишут ему в Теудадзеут, кем он будет называться, а в том, что это будет на самом деле по сути дела это будет сын умершего, а не сын Онана. Со всем этим, теперь уже понятно, что вот с этим Онан не хотел, этого он не хотел, он хотел, чтобы сын был его, а не сыном его умершего брата, поэтому он измевал семя на землю. Считаем дальше. И было это зло в глазах Бога, и он умертвел также и его. Ну, что должен сделать Иуда, по идее, обратиться к третьему сыну и сказать ему «женись», снова тот же самый Ебун. Ну, вот здесь Иуда уже отступает. И сказал Иуда, Тамар, невестке своей, живи вдовой в доме твоего отца, пока не подрастет мой сын Шелла. То есть, нет, все будет, он у тебя женится, но не сейчас, дай ему подрасти, он еще малолетний. И тут же Тараб прибавляет, ибо думал, что он может умереть, подобно его братьям. Есть такой закон, что если у женщины умирают два мужа, то хотя у нас принято хазака, это в трех случаях, но поскольку здесь разговор идет о опасности для жизни, то здесь хазака, она даже в двух случаях, то есть, это жаковая женщина уже, это большой вопрос, можно ли ей вообще выходить замуж. То же самое и здесь. Поэтому Рашик говорит здесь, что Иуда попусту морочил Иегову, он сказал, ты возвратись в дом своего отца и подожди, пока Шелла подрастет, но он имел в виду совсем другое, он имел в виду просто пытался от нее избавиться. Это была отговорка, так как он вообще не намеревался дать ему ее в жены. Рамбан с этим не согласен, говорит Иуда настолько, как мы видим в дальнейшем важный, уважаемый человек, почему он должен стесняться Тамару, почему он должен искать отговорки, он должен был просто ей сказать, смотри, у тебя два мужа твоих умерли, ты его развинил, у себя есть предел. Поэтому он говорит, что действительно он имел в виду подождать, пока тот вырастет, ибо он боялся, что те грехи, которые произошли, то, из-за чего умерли первые его два сына, было именно потому, что они были молодые, и по молодости они так согрешили, и поэтому всерьез, хотел, чтобы Шелла женился на ней, но уже в более зрелом возрасте. Другое дело, что Тамар не готова была ждать, пока тот подрастет. И прошло много дней, и умерла дочь Шу и жена Иуды. Иуда, утешившись, после того, как он справил траур по ней, отправился к стригущим овец. Он и Хира, его друг Адулумитянин, в темно. Это тогда было обычай, что каждый год стригли овец, в честь этого устраивали празднество с возлиянием, ну и вот Иуда туда и отправляется. И уведомили Тамар, говоря, вот свекра твой идет в тимму стричь своих овец. И сняла она свои вдовьи одежды, и покрылась покрывалом, и окуталась. И села она на обозреваемом со всех сторон месте, что по дороге в тимму, ибо видела, что Шела вырос, а она не дана ему в жону. Что значит на обозреваемом со всех сторон месте? Открытое место на перекрестке? Ну это подобно тому, как сегодня в некоторых городах есть места или около некоторых улицах или около шлицейных дорог, где на обочинах дороги собираются как-то сегодня политкорректно говорят секс-работники, вот туда она и отправилась. Открытое место. Там, где все в ней. И увидел ее Иуда, а еще он заблудницу, потому что она закрывала свое лицо. Очень странное выражение. Получается, почему он счел ее заблудницу? Потому что она закрывала свое лицо. Если человек увидит женщину, которая закрывает свое лицо, покрывала или пронжу, подумает, вот это точно секс-работник. Наоборот, так ведут себя суперскромные. Как тогда это понять? смотрит Раши. И принял ее заблудницу, потому что она сидела на видном месте. То есть, почему он решил, что это секс-работники? Потому что она была в том месте, она сидела в том месте, где они обычно сидят. По местоположению здесь крутятся такого рода женщины, поэтому он решил, что она. А то, что написано, потому что она закутывала свое лицо. имеется ввиду другое. Продолжает Раши. Ибо она закрыла свое лицо, и он не мог узнать ее. Что это значит? Почему он решил, что она блудница? Потому что она была в таком месте, где блудницы сидят. Но вопрос, как же он не узнал свою собственную невесту? А потому что она закрыла свое лицо. Написано, что она сделал, закутавшись. Из-за того, что она закрыла свое лицо, из-за этого он ее не узнал. Раши есть еще один комментарий, другой. И оба комментарии Раши приводят, они оба из Гомары и Сталмуда. А Медраж Мудрецов говорит, ибо закрывала свое лицо, живя в доме свекра. Она уже была, живя еще тогда, в доме своего свекра, она была скромна. Поэтому он не мог заподозрить ее. То есть, Медраж говорит здесь еще, дело не только в том, что она закрывала свое лицо, но все равно, даже если закрывает свое лицо, мог он заподозрить, что это томат, по голосу хотя бы, или еще по каким-то признакам. Но поскольку она закрывала, дело не в том, что сейчас она закрыла свое лицо, она закрывала свое лицо еще раньше, когда она жила в доме Иуды, когда она вышла замуж за его сына, то она жила вместе со свекром. И там она вела себя суперскромно, там закрывая свое лицо, чтобы не попадаться на глаза чужие мужчины. Поэтому никакой мысли, даже если было какое-нибудь подобие внешнее, либо по голосу, какое бы то ни было. Но при всем, при том подобие этой Иуде казалось настолько нонсенсом, настолько невозможным, поскольку он знал свою свекровь, что она суперскромная женщина, то даже если может быть что-то в женщине, которую он здесь встретил, было подобно ей, он не мог себе представить ни на секунду, что это его невестка. И он завернул к ней с дороги и сказал, позволь, я войду к тебе, так как не знал, что она его невестка. И она сказала, а что ты дашь? Ведет себя, как принято у женщины этой профессии. А что ты дашь, если войдешь ко мне? Он сказал, я пришел к тебе козленка из стада. А если ты дашь не залог, если придешь, обычно он наличными, а залог может быть какой-нибудь. И он сказал, какой же залог дать мне тебе? И она сказала, твою печать, то есть имеется в виду перстень с печаткой, и твою перевесть, и твой посох, что в твоей руке. И он дал ей, вошел к ней, и она зачела от него, и встала, и пошла, и сняла с себя шаль, и облачилась во вдове одежды. Ну и, конечно, здесь вопрос, как понять это поведение жиды? Уже никак, никак никак не входит в наши понятия о том, какова была семья Якова, его сыновей, что он, отправляясь встреч, овец пользуется услугами грудницы. Наши мудрецы объясняют, что, как сказано здесь, и он свернул к ней, свернул, и шел он своим путем, свернул, потому что его толкнули. То есть ангел, сила какая-то просто толкнуло его к ней, было у него здесь какое-то совершенно непреодолимое влечение, которое он не мог преодолеть. Это было свежее. Почему это было свежее? Сколько так уже решила высшая мудрость, так уже решила проведение, что именно от этой женщины, среди всего прочего, из-за ее такой скромности, именно от этой женщины должен произойти и царь Давид в дальнейшем, и Машиах, именно поэтому к ней толкнули. Здесь мы видим реализацию одного очень важного принципа, о котором говорят наши мудрецы. Вот какой этот принцип. «РАГЛОИ ДЕБАР ИНИШ ИНУН АРВАИНЛЕЙ». Так в арамейском языке говорят наши мудрецы, «Ноги человека, они гаранты за самого человека». Что это значит? Гарант, что такое гарант? Если я отправляюсь в банк и прошу там суду, то, скорее всего, меня спросят, а могли бы вы привезти гарантов. Потому что бывает, что люди перестают выплачивать суды, тогда банк хочет, чтобы у него были гаранты, с которых он сможет снять сумму, если я не выплачиваю. Получается, что мои ноги, если я чего-то неправильно делаю, то мои ноги за меня отвечают. Как-то мои ноги за меня отвечают? Иначе вот как. Что если человек делает то, что от него требуется по-хорошему, по-своему собственному выбору? Хорошо, то он это делает. Но если он отказывается от того, что он должен сделать, и от того, что Ашгаха проведения ждет от него, то тогда ему все равно придется это сделать, но уже не по-хорошему, но уже не по-добру. Когда он оказывается только пассивным во всей истории. Точно так же здесь. В принципе, если бы все было по-хорошему, то есть, если наметило проведение, что необходимо, чтобы царь Давид произошел от Тамар и Юды, либо непосредственно от Юды, либо от одного из его сыновей, что в принципе тоже почти то же самое. Если бы он здесь до конца пошел и либо сам бы на ней женился, либо дал ей возможность выйти замуж за третьего своего сына, все было бы хорошо. В тот момент, когда он тянет время или по-раше даже еще больше отказывается, просто говорит, это просто его отговорки, ты подожди, пока он вырастет, то а что же будет старым Давидом? Что мы теперь должны изменять план творения, мы должны изменять план всей истории? Это, конечно, нет. Поэтому Всевышний этот план реализует обязательно. Только тогда уже, вместо того, чтобы по своему выбору, правильному выбору, сделать то, что правильно, человек, лишаясь выбора, ноги его приводят туда, он сам не знает, почему, но ноги его приводят туда, куда он должен быть, куда он должен прийти, и на этот раз уже без своего выбора. И это то, что происходит здесь с Иудой. Читаем дальше. Иуда же послал козлевка через своего друга Думитянина, чтобы взять за лук из руки женщины, но он не нашел его друга Думитянина. Но он не нашел ее. Поскольку у Иуды есть там его личные вещи, и его посох, и его кольцо с печатью, все это именные вещи. И посох не меньше, чем кольцо с печатью. Именные вещи. Ему очень неприятно это оставлять у нее. Поэтому важно, чтобы получить это обратно. И спросил людей этого места, а где блудница, которая сидела у дороги на видном месте? И сказал, да не было здесь никакой блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее. Да и люди того места сказали, здесь не было блудницы. И сказал Иуда, ну пусть возьмет себе, чтобы мы не стали посмешищем. То есть если продолжать искать и начинать сейчас всюду и везде выяснять, то вещь станет известной. Превратимся в посмешище. Я послал козленка, ты же не нашел его. И приблизительно через три месяца Иуде сообщили, твоя невестка Тамар блудила, его даже зачала от блуда. И сказал Иуда, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Рафик говорит, поскольку она была дочкой Шема, а Шем он был священником, то, не знаю, в дальнейшем есть в Торе закон, по которому дочь Коэна, если она блудит, то Тора приговаривает ее к сожжению. Рамбан возражает, что не может этого быть. Потому что Тора там говорит о замужней женщине, либо, по крайней мере, о женщине после помолвки, помолвенной, но не так, как здесь. Здесь она была не помолвенная и не замужняя. Она ждала Ебу, она ждала того, что сын Иуды женится на ней, но не больше там. Поэтому, говорит Рамбан, здесь-то было совсем другое. Иуда был не просто человеком, Иуда был, был у него статус подобный царскому среди людей, среди которых он жил, поэтому ее осуждают здесь не просто как блудницу, не просто как заблудившую женщину, а как женщину, которая опозорила и не только дом своего отца, но и дом своего свекра и дом своего жениха, который является царским домом. Поэтому ее приговаривают к такой строгой каре. И ее выводят, и она послала сказать своему свекру, от человека, которому это принадлежит, я зачала. И еще сказал, узнай, чья это печать, перевязь и посох. И узнал Иуда и сказал, она более права, чем я, потому что я не дал ее Шелле, моему сыну, и не познавал ее более. Тамар не, как мы знаем, она не объясняет всем, что тот человек, который приговорил меня к казни, он и есть отец моего сына. Хотя тем самым она бы безусловно избежала бы и всего стыда, и всего позора, и самой казни. Более того, она посылает ему эти вещи, хотя это личные вещи Иуды, она ему посылает их очень дискретно. Ты опознай, может быть, по этим вещам ты узнаешь. И понятно, что Иуда стоит перед ужасной ситуацией, признаться или не признаться. И многие люди в его положении признаться, что он и есть отец того самого ребенка, и он в общем участник всего этого блуда, они скорее провалятся сквозь землю, чем сделать подобную вещь. Поэтому Тамара здесь рискует, Иуда может и не признаться. Отсюда наши мудрецы делают вывод. Стало быть, она понимала, что осрамить другого человека публичного просто так перед всеми остальными другими и сказать, что Иуда вот он и есть отец моего ребенка, и вот вам всем доказательства, то есть публичное оскорбление лучше сгореть в огне, человеку выгоднее и лучше сгореть в огне, чем совершить такой тяжелый проступок, как публично осрамить человека. Отдельный вопрос – это преувеличение некоторое или это аллогическое требование? Это разбирают уже пуским, мы в этот вопрос не будем входить, но по крайней мере, то, что человеку ему, если уж думать о том, что страшнее, так страшнее совершить этот грех, совершить этот грех, чем сгореть в огне. На самом деле мы знаем, что подобные вещи есть только в трех нарушениях, то есть предпочесть умереть – это только в случае трех возможных нарушений и толпоклонства, либо сексуальные нарушения, район, либо убийства. То, что говорят комментаторы, что осрамить человека публично – это похоже на убийство, это моральное убийство, ведь человек в тот момент, когда его срамят, он бледнеет, кровь отливает у него от лица, точно так же, как происходит с умершим человеком, но это только внешний признак. А если намного глубже посмотреть, то ощущение человека, которого осрамили, стыд – это ощущение стремления не быть, провалиться сквозь землю, это не случайно так говорят. То есть, когда человеку причиняют такой срам, когда его срамят, причиняют его стыд, его ощущение не быть, перестать провалиться сквозь землю, это нечто похожее действительно на убийство, поэтому Тамар и решила, что лучше сгореть самой, подобную вещь сделать. Но все-таки Иуда выдержал это испытание, он признался, признался и сказал от меня, то есть, я отец этого ребенка, а Раши приводит здесь еще одну очень непопытную фразу, что значит от меня, буквально от меня она беременна, а Медраж, Медраж что означает? А мудрецы толковали, что раздался глаз с небес и сказал это от меня. То есть, вся эта история, тот, кто закулисно руководил всем этим, это Всевышний, за то, что она была скромна в доме своего свекра, мною предопределено, чтобы цари произошли от нее. И когда настало время его рода, ее родов, вот близнецы в ее утробе, и во время родов один высунул руку и взяла поветуху и навязала его на руку красную, не сказав, вот этот вышел раньше, но едва забрал он свою руку, как вышел его брат, и она сказала, что этот и прорвался напролом, и наречено ему было имя Перец. И затем вышел его брат, у которого на руке красная нить, и назвали его Зерах. Вот эти вот два сына Иуды, Перец и Зерах, они продолжают уже линию, от них в дальнейшем произойдет, от Перца конкретно, произойдет и Буаз, тот, у которого была потом история с Рутмавитянкой, и царь Давид, и Машех, которого мы ждем со дня, на день, сейчас, и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...